Реформация не могла не затронуть проповедь в содержании дух, конечно, главный дух, не столько содержание, главное дух проповеди, настала новая эра проповеди. И можно отметить несколько таких пунктов или мыслей, характеристик проповеди Реформации. Что сделала Реформация? Время Реформации было временем возрождения проповеди. То есть Лютер поставил проповедь на главное место. Для него главным в собрании стал не алтарь, не место жертвоприношения, а кафедра, место, откуда провозглашается Слово Божие. Самым важным стала проповедь, провозглашение проповеди. Второе, это было время возрождения библейской проповеди. Вместо длинных цитат из Отцов и о святых, о мучениках истории, вместо цитат из Аристотеля и Синеки, опять люди стали проповедовать Библию. Соло скриптура, вы помните, лозунг Реформации, только Писание. Самое важное, и об этом говорил Лютер, не то, что говорит Папа, а то, что говорит Библия. Свет Солнца важнее Солнца Луны. Это было время возрождения полемической спорной проповеди. Реформаторы не избегали острых тем, их проповедь не оставляли людей равнодушными. Люди спорили, люди слушали, проповедь меняла людей. Ну и это было время возрождения проповеди доктрины благодати. Реформаторы начали проповедовать оправдание верой, спасение по благодати. Иногда кажется, что нам этого не хватает. Вот проповеди оправдание верой. Оправдание верой. И реформаторы очень много проповедовали, для них проповедь была действительно жизнью. И Лютер обвинял как-то одного проповедника в том, что он ведет праздную жизнь, потому что этот проповедник проповедовал меньше двух раз в неделю. Я не знаю, что бы он сказал о нас, братья. Потому что Лютер сам был плодовитым проповедником, он проповедовал минимум три-четыре раза в неделю, а то и больше. Ну и кроме того, он другими делами занимался, он был вождем реформации, и богословия, и переводы Библии, написал песни, он очень много трудился. Интересно, Лютер предложил такие девять качеств хорошего проповедника, девять качеств или добродетели хорошего проповедника. Интересно вот сравнить и подумать о нас, подходят ли эти качества. Ну оцените себя, являетесь ли вы хорошим проповедником с точки зрения Лютера. Первое систематическое обучение. Ну мы все учимся, вы пришли сюда учиться. Вот первый пункт, можно сказать, вы выполнили. Первый пункт хорошего проповедника. Второе, находчивость. Это, я думаю, тоже у нас есть хорошая добродетель. Красноречие. Красноречие сегодня может не столь ценится, как раньше, но способность говорить, красиво излагать мысли, доходчиво, ясно и убедительно, главное, нужно проповеднику. Хороший голос. Сегодня век микрофонов озвучивания может быть не столь важна, эта категория, но раньше без этого было невозможным. Громкий голос нужен. Когда особенно собирались тысячи людей. Я не представляю, что было бы сегодня, вот даже в небольшой церкви человек 150-200 собралось, отключилось микрофон, уже ничего не слышно. Вот проповедники совсем потеряли голос. А что говорить о проповеди на природе, если бы мы вышли и мы везем с собой колонки, озвучивание, машины приезжают, движки стоят. Все для того, чтобы было слышно. Раньше это невозможно было. Люди проповедовали перед тысячей человек и больше без всего этого. Вот голос был очень важен. Хотя и сегодня хороший голос может производить действительно сильное воздействие. Хорошая память. Хороший голос, хорошая память. Проповедник помнит Писание, помнит проповедь. Еще одно интересное качество, по мнению Лютера. Проповедник должен знать, когда заканчивать. Знаете ли вы это, братья? Когда заканчивать проповедь? Проповедник должен знать, когда заканчивать проповедь. И как начинать, конечно. Но главное, когда заканчивать. Проповедник должен знать доктрины. Проповедник должен изучать Библию и изучать богословие, чтобы знать то, о чем он проповедует. Проповедник должен быть готовым жертвовать телом, богатством, славой ради слова. Проповедовать это не значит просто выйти на кафедру и постоять перед людьми, показать себя. Надо быть готовым жертвовать телом, богатством, славой ради слова. И проповедник должен быть готовым выносить насмешки и глумления. Вот такое мнение и подход Лютера к проповеди. Можете проверить себя. Я не стану сейчас читать проповеди Лютера, отрывки. Я даже сказал бы, несмотря на то, что это действительно известные, сильные, мощные проповеди, сегодня даже трудновато простому человеку их читать. Вот эти были такие глубокие догматические проповеди, насыщенные библейским учением. Вот и сегодня мы привыкли к более таким, ну легким, насыщенным примерами легкого изложения проповедям. Нам даже сложно читать и понимать эти проповеди реформаторам. Вот, но вы можете сейчас их найти. Сейчас есть проповеди Лютера, Кальвина. Можете найти и проповедовать. После Лютера, Кальвина были разные периоды. Перед пиетизма, когда люди больше полагались на чувства и пытались чувства отображать, какие-то проповеди. Перед рационализма, когда наоборот уклонялись в разного рода толкование, размышления, в ущерб чувствам, эмоциям. Вот, позже мы знаем такие имена известных проповедников, как Джон Уайтфильд и Джон Весли. Вот, Весли был таким ярким, сильным проповедником. Он очень много проповедовал. Он ежегодно проезжал 7-8 тысяч километров. Причем не на поезде, не на самолете. Это было на лошади. Он при жизни произнес больше 40 тысяч проповедей. Очень и очень немало. 40 тысяч проповедей. Посчитайте, сколько вы уже до этого времени произнесли и сколько вам еще осталось примерно проповедей. Ну, Весли иногда мог первую проповедь произносить в 5 утра и уже были слушатели. Представьте себе, вы вышли в 5 утра где-то проповедовать. Да. Ну, люди раньше вставали вместе с солнцем. Вот в чем дело. Солнце вышло, взошло и люди встали. Все, пошли проповедь послушали, пошли работать. Вот. Сегодня люди ложатся позже. Вот. И встают позже. Ритм жизни сдвинут. Вот. Мы нарушаем сегодня установленный Богом порядок. Вот. Ложиться с солнцем и вставать с солнцем. Вот. И, может быть, это не к добру. Уайтфильд, тоже один из величайших проповедников. Он известен тем, что проповедовал на открытом воздухе. У него был сильный голос. Вот. Он проповедовал до 30 тысяч человек. Некоторые говорят даже до 50. Ну, не знаю. Может быть, это слухи. И, знаете, со временем часто вот как-то идеализируется прошлое там распространяло. Кто-то говорит 30. Нет. Говорят, больше 40. Нет, 50. Кто больше? Но 1030, по крайней мере, могло быть. Вот при его проповеди они слушали. Вот он много проповедовал. По 20 проповедей в неделю мог произносить. Вот. Ну, это было его служение. Вот. И были тоже случаи, кстати, которые, когда люди даже засыпали во время его проповеди. Известен случай, когда один человек пожилой вот вздремнул во время проповеди. Вот. И Уайтфильд так резко повысил голос. И он воскликнул. Если бы я пришел сегодня говорить во имя свое, вы могли бы упереться локтями в колени, положить на руки головы и спать. Но я пришел к вам во имя Господа Бога сил. И он топнул ногой, хлопнул ладонями. И вы должны меня услышать. Ну, и, конечно, человек проснулся, когда он хлопнул, топнул и так громко говорил. Вот. Тоже очень много проповедовал Весли. Часто путешествовал в Америку на кораблях. Мы будем позже еще вспоминать его. То есть Уайтфильда и его проповеди. Яркие, сильные были проповедники. Много сделали для Господа. Еще один великий проповедник это Джонатан Эдвардс. Вот. Наверное, все слышали вы проповедь. Грешники в руках разгневанного Бога. Ну, он там читал, говорят. Да, он читал. Ну, интересно, мы будем позже говорить о проповедовании. Да, по свидетельству очевидцев, он даже не провозглашал ее так эмоционально. Не размахивал руками. Он просто читал, прижмуриваясь. Рядом стоял человек с фонариком, чтобы ему было видно. Вот. И в это время люди хватались за столбы. Им казалось, что разверзается земля, они падают в ад. Вот. А он отвлекался, просил, успокаивал их и дальше читал. Вот. Очень спокойно. Он так Бог действовал. Ну, это была такая... Про его проповедь. Грешники в руках разгневанного Бога считаются самой известной проповедью в истории христианства. Вот. Очень известная проповедь. Она переведена на русский язык. Конечно, на русском той яркости не будет. Вот. Я даже, наверное, прочитаю вам отрывочек один. Вот. Как он говорил об этом. Как он проповедовал и как он людей пугал ужасами ада. Как он говорил об аде. Возможно, сейчас вы еще не убеждены в истине, о которой читаете. Но придет время, когда вы полностью убедитесь в ней. Многих из находившихся в подобных обстоятельствах уже нет. И большинство из них погибло внезапно, когда они ничего не ожидали, говоря о мире безопасность. Теперь они видят, что все, на чем основаны к мире безопасность, в действительности было миражами и тенями. «Удерживающий вас над бездной ада Бог во многом похож на человека, удерживающего паука или какое-то другое отвратительное насекомое над огнем. Его гнев на вас горит подобно огню. В его глазах вы не заслуживаете ничего лучшего, как быть ввергнутыми в огонь. Его глаза слишком чисты, чтобы смотреть на вас. «В его глазах вы в десять тысяч раз отвратительнее, чем самая ненавистная змея ваших. Вы оскорбляли его бесконечно больше, чем самый упрямый повстанец, когда-либо оскорблял своего короля. И при том его рука все удерживает вас от падения. И то, что вы не пошли в ад прошлой ночью, и вам было позволено увидеть этот мир, после того, как вы заснули, закрыв глава, «Не приписывайте это кому-то или чему-то. Только рука Божья удержала вас от того, что вы не оказались в аду сегодня утром. Только по его милости вы можете успеть прочитать эту книгу. Нет никаких других причин, с помощью которых можно было бы объяснить, почему вы еще не опускаетесь в ад». И вот проповедь выдержана в таких тонах очень серьезных, жестких, строгих по отношению к тем, кто слушал эту проповедь. Она послужила началом Великого Пробуждения в Америке. Хотя он ее произносил потом еще не раз, но не всегда она произносила, производила такое действие, как вот один раз, когда он ее проповедовал таким спокойным голосом мирным. Но это действительно была великая, такая сильная проповедь. Вот стоит ее прочитать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok